Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. И в этом уроке я вам хочу показать нужный плагин, который позволяет вывести, например, галерею изображений под статьей. Часто бывает, что нам нужно под статьей разместить несколько изображений в виде миниатюр, и чтобы по клику на эти изображения у нас всплывали полная картина данного изображения. Смотрите, что мне у нее понравилось. Значит, при наведении на картинку в увеличенном виде по краям, если мы мышку наводим, появляются стрелочки. По клику по стрелочкам, соответственно, изображения меняются. Если изображение слишком большое, вот здесь в углу появляется такой квадратик, если мы кликаем, изображение показывается в большем виде. И, соответственно, то, что мне понравилось, если мы наведем мышь на низ изображения, у нас прямо на изображении появляются миниатюры, где мы тоже можем кликать и переходить от изображения к изображению. Ну и также внизу есть навигация стрелки. Можно повесить описание, заголовок и кнопка закрыть. И также меняется дизайн вот этого всплывающего окна. Миниатюры тоже можно задать разный размер. В общем, там много настроек. Итак, давайте перейдем на наш сайт, зайдем в админку и установим данный плагин. Данный плагин, как обычно, вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Как обычно, выбираем наш плагин, открыть и установить. Плагин успешно установился. Переходим в расширение менеджер плагинов. Отсортируем. И вот он у нас наверху. Контент имидж галерии. SIG+. Называется он. Сразу его включаем. Здесь достаточно так много настроек. Но он весь, вы видите, он переведен. Здесь все на русском. И подсказки тоже на русском. Так что вас не составит, я думаю, труда настроить его. Мы сейчас пока ничего трогать здесь не будем. Мы его только включили. Сохранить и закрыть. И мы сразу давайте пройдем к какому-нибудь материалу. И попробуем добавить изображение. Я перехожу в одну из своих статей. Далее вы идете в изображение. И здесь либо подготавливаете, загружаете изображение в какую-нибудь папочку. Вот если мы, например, у нас есть папка фото. Мы как бы сейчас нашу папку заключим в специальный тег. И все изображения, которые находятся в данной папке, они будут выводиться под статьей. Если вдруг вам надо создать папку, вы помните, как это делать, да? Давайте сразу так и проделаем. Выход из статьи. Переходим. Материалы. Медиа-менеджер. И давайте создадим новую папку. Назову ее «Демо». Создать каталог. Заходим в папку и прямо сюда давайте с компьютера загрузим какие-нибудь изображения. Кликаем «Загрузить». И с компьютера выбираем изображение. Я загружу какие-нибудь клубные обои. Выделяю те, которые мне интересны. Открыть и загрузить. 13 изображений я выбрал. Итак, мои изображения загрузились в папку «Демо». Давайте переходим в материалы «Менеджер материалов». Перехожу в статью. И ставлю курсор там, где мне нужно разместить изображение. И вот есть вот такой вот шорткод «Gallery Gallery». То есть вот между этими словами нам нужно разместить название нашей папки. И все. Изображения будут выводиться. Также на моем сайте, где вы скачаете плагин, эти переменные я размещу. Вы сможете оттуда их скопировать, чтобы от руки не писать. И пишем название папки между ними. Вот и все. Давайте сохранимся. И перейдем на наш сайт. И обновим страницу. Зайдем внутрь статьи. Вот у нас выводится 3 изображения. То есть мы с вами настройки в плагин не трогали. Это тоже такой вид отображения. Может быть он будет нужен. Сейчас выглядит не очень хорошо. Одна картинка больше, другая меньше. Это все мы сейчас посмотрим в настройках. Здесь есть вот такие стрелочки, чтобы мы могли переключать изображение. То есть у нас их там много. Или к концу сразу, или к началу. Несколько стрелок. Можно кликать по ссылкам, которые находятся под изображениями. И по клику вот в таком белом лайтбоксе всплывает изображение. Мы можем стрелочками переключать. Внизу миниатюрки. Также, чтобы быстро перейти к какому-нибудь изображению. И также стрелки здесь есть по бокам. Отличная такая галерея для статьи. И давайте настроим этот плагин должным образом. Например, давайте выведем, чтобы они все были видны. И они были одинакового размера. Имеется ввиду миниатюры. Нам нужно выйти из статьи. И перейти обратно в менеджер плагинов. Зайти в наш плагин. И смотрим настройки. Макет галереи фиксированный, потоковый. Выбираем, сохраняем. И сразу смотрим, что это такое. Обновляемся. Вот сейчас вы видели. Эта настройка позволяет отображаться всем изображениям на статье. Теперь мне хотелось бы сделать их одного размера. Иначе смотрится это некрасиво. Вот, кстати, ширина изображения предварительного просмотра. 200 на 200. Это размер именно миниатюр. Если надо меньше-больше, здесь меняете значение. И вот внизу, видите, ниже. Обрезать при изменении размера. Ставим да и сохраняем. Обновляем. И сейчас смотрится уже лучше. У нас изображения обрезаются. И они одного уже размера. Миниатюра. Ну и здесь уже, как обычно, смотрим. Опять же, здесь нужно залить равное количество изображений. Здесь еще не хватает двух, чтобы нормально смотрелось. У нас изображения оцентрованы по центру, поэтому последние в середине. Если выставим по левому краю, то нижнее изображение сместится влево. Если это вам важно, то вот ниже идет параметр выравнивания. Выбираем слева. Изображения будут слева. Дальше симпатичные параметры идут. Всплывающий lightbox. Здесь можно выбрать разное отображение. Вот здесь все по-русски написано. Темная квадратная тема. Есть светлая тема с закругленными углами. Темная тема с закругленными углами. Вот, можете попробовать. И вот интересный вариант. Летающее окно. Если выбираем, сохраняем, то изображения должны увеличиваться при наведении мыши, а не при клике. Давайте обновимся. Вот изображения выровнялись у нас по левому краю. Это видно, да? Вот это изображение вышло по левому краю. Вот я сейчас навожу. Видите, я не кликаю. Изображение всплывает, но здесь вам его не видно целиком. Вы попробуете у себя на компьютере. Может быть, у вас так будет лучше. Вот если я мышку ввожу, то есть, может быть, вам так больше понравится. То есть, я просто навожу мышь на изображение, и изображение всплывает. Я думаю, что изображение у других не видно, потому что они очень большие. Видите, вот это изображение поменьше, и его видно. Самый мой такой лучший вариант, это вот темная квадратная тема. Давайте сохранимся. И посмотрим. То есть, при клике будет темная тема. Вот такая вот темная задняя вот эта подложка мне больше нравится. Также вот здесь тоже имеются стрелочки. Видите, просто навожу мышь. Это именно у нижних вот этих миниатюр на открытом изображении. Дальше. Слайдер изображений. Здесь тоже можете просто поиграться настройками, повыбирать, посмотреть. Ну и здесь я уже подробно не буду останавливаться. Здесь все по-русски. Подсказки все русские. Читайте. И выставляйте так, как вам нужно. Вот на нижней вот эти опции, тоже так более для продвинутых, в принципе, можете не обращать внимания. Здесь уже все есть для вас необходимое. Все, что нужно. Если для всех изображений нужно одинаковый заголовок и описание, или заголовок, или описание, то вот здесь вот название можете прописать. Или описание вот в этой области. Есть еще дополнительные параметры, но здесь, в принципе, можете не вникать. Здесь все стоит как надо. Качество миниатюр 85%, то есть качество ужимается этим плагином, чтобы сайт долго не грузился, не тормозил. То есть здесь все нормально стоит. И тут даже есть резервное копирование, свое резервное копирование. Я не разбирался, как им пользоваться, поэтому здесь подробно я не останавливаюсь. Самые основные настройки для вас важные, это здесь. Отображение и так далее. Когда мы с вами установили плагин, мы установили с вами не только плагин. С этим расширением у нас идет еще и модуль. Это если вы хотите вывести, например, вот такие вот изображения где-то в модуле. Смотрите, мы выходим из плагина, переходим к расширению менеджера модулей. И у нас в выключенном режиме есть SIG+, уже модуль. Заходим внутрь. И здесь я не останавливаюсь, потому что у нас здесь практически те же самые идут настройки. Здесь только изменена папка. И есть дополнительные также параметры. То есть здесь, если надо в модуле вывести, да, здесь все на русском, и вы уже сможете здесь все сами поднастроить. Это если вы хотите вывести в модульной позиции. В принципе, все об этом плагине. Используйте с умом. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.